Российские ученые как раз-таки разработали натрионные батареи с использованием материала, полученного из борщевика. Напомним, что борщевик Сосновского агрессивно распространяющийся сорняк, вызывающий ожоги. Ну и вот пользу тоже из него можно и влечь. Его завезли в Центральную Россию с Кавказа в ходе сельскохозяйственного эксперимента, чтобы кормить скот. Но идея не прижилась. Зато прижился борщевик. Да настолько, что согласно опубликованному весной прогнозу ученых с Калтеха, к середине столетия борщевиком может зарасти вся европейская часть России. Это звучит не очень приятно. Ну вот как направить, например, эту энергию борщевика на благо общества, расскажет наш гость на связи со студией Зоя Бобылева, научный сотрудник лаборатории материалов для электрохимических процессов МГУ имени Ломоносова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, вот как удалось в борщевике, в этом опасном ядовитом растении, углядеть вот эту, как бы такую составляющую, полезную составляющую, и кто разглядел этот момент? Смотрите, самое важное. Для анодных материалов натрионных аккумуляторов подходит твердый углерод, и его можно получать из практически любой биомассы, которая может прийти вам в голову. Например, скорлупа грецкого ореха, да, любая пшеница, древесина. Но мы как бы решили обратить внимание на такой бесполезный сорняк, который делает больно не просто потому, что он зарастает и засевает все наши поля, а просто потому, что он делает больно физически. И сейчас он привлекает очень большое внимание, и мы как раз-таки подумали, что именно вот из этого материала, такого популярного на территории нашей страны, можно сделать твердый углерод. Мы это попробовали, и, как выяснилось, он на самом деле достаточно привлекательно работает. Ну вот все-таки, если понятным языком для нас, Людмилы, мы все-таки хоть в школе и учились, но многие химические термины уже позабыли. Вот казалось бы, как растение может превратиться в твердый углерод и уже действительно нести, что называется, пользу обществу? Ну вот за счет чего? Немного такой химии, но понятной. Как-то его прессуете, высушиваете, я не знаю, откуда там энергия-то берется? Ну, смотрите, во-первых, мы же все знакомы с углеродом, с углем, с графитом. Конечно. Вот по факту, если мы возьмем борщевик или все, что я причислила до этого, и отожгем на крайне высокой температуре, на 300 градусов, то мы получим углеродный материал. А вот какие у него будут характеристики и насколько они будут хорошими, зависит от того, как мы поработаем с этим материалом и с источником до этого отжига. И мы действительно промывали борщевик, мы его высушивали, мы его перемалывали, после этого подошли к нему с нескольких сторон, привычных для химии, то есть мы его там варили в реакторе, промывали кислотами. И как раз-таки после этого отожгли на высокой температуре, получили материал, который состоит из 99% из углерода. Ну вот смотрите, я так понимаю, борщевику пришлось нелегко, пока вы его исследовали, и по делам ему действительно очень опасное растение. А возможно ли из именно борщевика делать не только составляющие для батареек, но и для заряжаемых аккумуляторов? Может быть, какое-то биотопливо тоже сейчас очень такая актуальная тема. Для автомобилей, например. Для автомобилей, да-да-да. Смотрите, как раз-таки мы получили именно перезаряжаемый аккумулятор. Аккумулятор – это альтернатива литий-ионным аккумуляторам, которые у нас находятся в телефонах, в ноутбуках, да, в целом уже где угодно. Просто натрий дешевле и натрия больше. И именно поэтому мы развиваем технологию производства натрия, он их аккумуляторов. А вот что касается биотоплива из-за растений? Да, конечно, на самом деле биотопливо из такого растения тоже можно варить. Как раз один из методов, который мы описали в публикации, он косвенно применяется для производства биотоплива. Просто мы его направили дальше, и вот мы получили уже больше углеродный материал. Зоя, скажите, пожалуйста, сколько полей борщевика нужно вырубить, сжечь, чтобы получилась хотя бы, я не знаю, одна батарейка? Просто интересно, да, сколько уходит. С футбольным полем, одного футбольного поля борщевика хватит на две батарейки? С футбольного поля хватит на батарею. На огромную батарею, которую, я думаю, можно будет ставить в электрокар. Да, и отлично. Ну а как вы думаете, когда мы сможем уже действительно воспользоваться вот вашим инновационным изобретением, когда вот оно дойдет до нас, людей, которые вот хотят в пульт от телевизоров ставить батарейку? Батарейку из борщевика. Да, да. То есть тогда надо начать с программы по утилизации борщевика, то есть его можно утилизировать, а уже после этого собрать и отправить к нам на производство твердого полирода. Вот, и его крайне важно утилизировать, а не засевать дальше и дальше, потому что он действительно очень быстро распространяется. Зоя, спасибо вам большое, на самом деле очень интересно. Ждем, ждем уже вас в нашей студии с батарейками. Людмила принесет свой пульт, будем экспериментировать, включать телевизор. На прямой видеосвязи с нашей студией была научный сотрудник лаборатории материалов для электрохимических процессов МГУ имени Лобоносова Зоя Бабылева. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я уже вижу просто как руководители, занимающие основные посты, будут говорить собрать борщевик, сделать батарею. Вот знаешь, вот практически повелевать, как когда-то Петр I самодержится.